Вы любите получать подарки в Лотро? Тогда не упустите возможность поучаствовать в творческом конкурсе на сайте Лотро Спейс. Возможность выиграть ценные призы, будь то золото, Лотро Пойнты или Вип-аккаунт. И я бы на вашем месте поторопился, вдруг вас опередят. Ссылка в описании. Боксер в Средиземье? Звучит как бред, не так ли? Но тем не менее, такой класс теперь у нас есть. Прообразом для броулера является король Рохана Хельм Молоторуки, который был настолько сильный, что убил Дунландца по имени Фрека одним ударом кулака. Видимо, разработчикам настолько запала в душу эта история, что они решили посвятить ей целый класс. Но даже с учетом того, что класс не особо вписывается в игру, геймплей у него довольно интересный. И наиграл я на нем уже достаточно, для того, чтобы поделиться с вами этим опытом. Начнем с самого простого. Броулер является миликлассом, что весьма очевидно. Носит тяжелые доспехи и играется от силы. Так же, как и Рыцарь, Воитель, Страж и Бернинг. Броулер по-своему уникальный класс. Это первый класс в игре, у которого имеется всего две специализации. То есть, вы можете играть либо в синей ветке, ветке танка, либо в красной ветке, дэмэдж дилер. Желтой ветки у Броулера попросту нет. Однако, в желтой ветке у нас есть дополнительные навыки, которыми мы можем усилить свою основную ветку. Будь то синяя или красная. Здесь есть одна приятная особенность. Как все устроено у всех классов. Если вы, например, выбираете синюю ветку, то все навыки прокачиваются за одно очко классового таланта на каждый уровень. Если же в синей ветке, например, мы берем навыки из красной ветки, то здесь на каждый уровень навыка придется тратить два очка классовых талантов, поскольку это не основная наша специализация. А навыки желтой ветки у Броулера всегда будут стоить одно очко классовых талантов за уровень. Вне зависимости от того, играете вы в синей ветке или в красной. Теперь давайте по порядку разберемся в каждой из веток. И начнем мы, пожалуй, с синей ветки, ветки танка, так как эта ветка является для меня основной. Здесь хочу сказать сразу, что концепт Броулера-танка один в один слизан с защитника. То есть у нас есть один одиночный таунт и один массовый. Ну и помимо таунтов, понятное дело, у Броулера есть повышенная генерация уровня угрозы для удержания противников на себе. Вообще Броулер очень сильно по геймплею напоминает Воителя, поскольку у него также есть шкала с его личными очками, а-ля как у Воителя Пыл или как концентрация у Охотника. Максимум у нас может быть 9 очков храбрости, но так как на английском языке храбрость звучит как митл, эти очки далее мы будем называть просто метлой. Значит, в первом тире что у нас здесь есть? Ну, во-первых, сразу идет Виталий Тин Крис, то есть увеличенная стойкость. Этот навык просто пассивно увеличивает нам параметр стойкости, и тем самым дает огромный прирост к здоровью. На 140 уровне почти 21 тысячу стойкости, это много. Далее у нас идет одиночный таунт, позволяющий на 5 секунд вызвать у противника вынужденную атаку по нам. И здесь сразу же от этого навыка стрелочками у нас идет улучшение. Сюда мы вкидываем 5 очков и увеличиваем длительность атаки цели на 10% в течение 10 секунд. То есть тот, кого мы на себя агрим, он начинает медленнее бить. Значит, во втором тире у нас пассивная прибавка к шансу парирования. И еще одно усиление для одиночного таунта снижает его кулдаун на 5 секунд. Это тоже очень важно. Третий навык – радость битвы, лечение. У броулера есть два навыка радости битвы. Один принадлежит к синей ветке, другой принадлежит к красной. Значит, вариант с исцелением позволяет нам в течение 15 секунд От каждого удара восстанавливает себе здоровье в процентах. Здесь у меня, конечно, значение увеличено за счет наследия легендарного оружия, но базово за каждый скилл у вас восстанавливается 3% здоровья. А у радости битвы из красной ветки снижается входящий по вам урон на 20% и вы получаете баф к урону. Стакающийся баф, то есть подрубаем радость битвы урон, наносим 10 ударов и получаем максимальный баф к урону. Так как оба эти навыка относятся к одной подгруппе, у них один общий кулдаун на двоих, то есть вам не получится использовать оба навыка. Каждый раз приходится выбирать. Лично я здесь взял навык из красной ветки для вариативности, когда лечение, допустим, не требуется или его достаточно. В третьем тире у нас этот талант усиливает навык Быстрый Финт, при активации которого помимо повышения наносимого урона мы еще и получаем бонус к уклонению в 5%. Ну и соответственно этот навык дает еще единовременно 6 единиц метлы. Довольно полезный бонус, учитывая, что его еще можно наследием разогнать. То есть у меня вместо 5% 7% уклонения дополнительно дается. Следующий талант Ответная Реакция. Когда вы уклоняетесь от вражеской атаки, вы получаете баф критического рейтинга. При этом этот баф имеет уровни, то есть чем больше вы уклоняетесь, тем сильнее скейлится ваш критрейт. Следующий талант Укрепленный Страж. При активации этого навыка следующие 15 секунд все входящие по вам атаки будут увеличивать вам входящее исцеление в процентах. Ну и также как предыдущие, этот баф он скейлится. Довольно полезный навык, как танку броулеру его надо брать обязательно. Значит, что у нас дальше в четвертом тире? Первый талант у нас позволяет при парировании бафать себе искусность. А искусность у нас снижает сопротивление цели, что автоматически повышает шанс повесить дебаф на цель. И снижает рейтинг блокирования, парирования и уклонения. Поэтому искусность по-своему важна для броулера. Следующий талант усиливает бонус входящего исцеления для навыка Укрепленный Страж. Бонус входящего исцеления повышается на 50% от его базового значения. И третий талант в четвертом тире. Это у нас по сути стойка. Это циклический навык, который снижает нам физическое мастерство, тем самым снижая урон. Но зато броулер будет получать на 10% меньше входящего урона. И начиная с пятого тира у нас уже здесь идет по два таланта. Первый талант это усиление лечения. То есть у нас базово пассивно просто на 5% выше входящего исцеления по нам. На 5% повышает свое исходящее исцеление. И второй талант у броулера здесь довольно интересный. Он дает навык растительные корни. Значит, что из себя представляет этот навык? При его активации под броулером появляется небольшая зона. Находясь в которой с течением времени броулер увеличивает себе баф физического и тактического смягчения. То есть примерно раз в 4 секунды тир повышается. И из этого квадратика вам выходить нельзя. Если вы выйдете, вам нужно быстро в него зайти, чтобы баф не успел скинуться. Вот как видите, у меня уже пятый уровень. И здесь плюс 6,5 практически смягчений процентов. То есть очень неплохой баф. Но не подходит для ситуации, где надо кайтить. Ну и где боссы там могут вас отбросить или что-то с вами еще сделать. Значит, первый талант в шестом тире. Вот здесь надо быть предельно внимательным. Именно этот талант наделяет броулера способностью вешать на себя баблы со своих двух таунтов. С одиночного таунта, конечно же, бабл будет послабее. А вот с массового он уже довольно крепкий. И помимо этого, этот талант еще и увеличивает силу этих самых баблов на 25%. Бабл это у нас в переводе с английского яйцо. А называется так по сути, потому что так же и выглядит. То есть это некий щит, который абсорбирует урон, поглощая его вместо вас. Вообще баблы довольно приятная штука. И позволяет броулеру очень сильно выживать. Особенно учитывая то, что таунты имеют довольно короткий кулдаун. То есть под баблами можно практически всегда стоять. Но здесь есть небольшой минус. Между анимацией таунта и получением баблом есть небольшая задержка. И если в эту задержку вас, например, застанет, то независимо от того, что таунт вы использовали, бабл на вас не наложится. Потому что в тот момент, когда он должен наложиться, вы не должны быть под контролем. Второй талант в шестом тире усиливает снижение входящего по нам урона от навыка Weather Blows. А стихийные удары это единственная по сути хилка броулера, если не брать радость битвы и лечения. Погодные удары очень хорошая хилка. Она восстанавливает 35% от максимума здоровья и на 15 секунд снижает входящий по нам урон. И как раз таки талант в шестом тире увеличивает это самое значение снижения входящего урона. Но здесь есть еще уточнение, если мы используем этот талант именно в синей ветке, то этот эффект распространяется и на навык Железная Воля. И последний седьмой тир. Здесь у нас первый талант дает навык Гат Панч. Это по сути обычный скилл наносящий урон. И помимо этого вешает на 20 секунд дебаф. Снижает исходящий урон цели на 5%. Очень полезный дебаф для танка. И второй талант, который я называю щит метлы. Значит, что из себя представляет этот навык? Это по сути циклический щит, который вы на себя вешаете. И пока он на вас висит, он значительно снижает входящий урон. Но у этого щита есть своя цена. За каждый входящий удар этот щит съедает у вас 2 очка метлы. И вообще как бы это довольно много. То есть тут надо стараться именно поддерживать количество метлы. Однако в новом сете с гундабадского рейда есть эффект, улучшающий этот щит. И я на данный момент хотел бы собрать этот сет. Всего 4 шмотки. И щит метлы будет поедать 1 очко метлы вместо 2 за каждый удар. Выглядит очень недурно. Собрать бы. Теперь перейдем к классовым бонусам ветки. Первый бонус у нас это баф. При нанесении ударов браулер увеличивает себе смягчение. При этом баф на смягчение можно увеличивать максимум до 4 уровня. Второй бонус переводится у нас как воинственный. И он улучшает оба наших таунта. Теперь они дополнительно дают еще нам 3 очка метлы. И да, небольшая поправочка насчет первого бонуса. Здесь все-таки тяжелые атаки увеличивают смягчение. А к тяжелым ударам у браулера относятся могучий переворот и удар в небо. Как видите здесь прописываются их теги. Серым цветом скилл тайп. То есть тут у нас получается мили, финишер и хэви. У обоих скиллов. Больше тут в принципе ничего из хэви нет. А перепроверил я это все потому. То третьим бонусом у нас идет прибавка к парированию. В 10% на 4 тире. Но здесь нужно наносить сбалансированные удары. А к сбалансированным ударам у нас относятся удар в живот и удар сверху. Четвертый классовый бонус снижает перезарядку массового таунта на 20 секунд. Пятый бонус дает нам очередной баф с 4 уровнями прокачки. Здесь за каждый быстрый скилл увеличивается количество генерируемой угрозы. Значит к быстрым ударам относятся удар головой со станом. Удар слева массовый скилл. Удар коленом замедляющий скорость передвижения цели. И также удар снимающий пороки с цели. И молниеносный удар прерывающий навыки. Шестой бонус класса срезает 15 секунд перезарядки навыка, позволяющего нам выходить из контроля. И помимо этого еще влияет на навык железная воля, который в течение 6 секунд дает вам иммунитет ко всем боевым статусам. Ну то есть на 6 секунд у вас иммунитет к контролю. И седьмой бонус мы просто получаем пассивные 5% дополнительного тактического смягчения. Здесь я с синей веткой сильно не заморачивался, я взял все. Из красной ветки я взял увеличение урона скиллов с тегом сетап, то есть вот эти 3 базовых удара, которые являются по сути одними из основных у броулера. Потом взял дополнительные 5% на шанс крита. И здесь еще дополнительно критические удары навыков имеющих тег финишер, а это большинство скиллов броулера, дополнительно генерируют 1 очко метлы. Ну и радость битвы урон я уже показывал, я взял для вариативности. Дальше в желтую ветку. Значит здесь я взял боевую мудрость. Все навыки с тегом сетап имеют 25% шанс дополнительно сгенерировать 1 очко метлы. На вот эти 3 удара это распространяется, но довольно полезная тема для любой ветки. Потом я взял шанс уклонения. Здесь у нас пассивно на 5% повышается уклонение. Это тоже очень полезно, даже в синей ветке я имею с этого бонусы. Дополнительное тактическое смягчение я взял 138 тысяч, лишними не будут. Взял еще талант увеличивающий количество целей для всех ауе скиллов наносящих урон, плюс 3 дополнительных цели. Здесь еще есть увеличение скорости передвижения броулера вне боя на 15%. Хотя по большому счету мне это не особо надо, надо будет поменять. Взял талант дающий навык ударь как один. Это навык который увеличивает урон всему братству. Потом еще я взял усиление быстрого финта, благодаря чему теперь он дает 6 очков метлы вместо 3. И талант дающий навык, опять же баф для братства, называется поделись врожденной силой. По добродетелям. Здесь я конечно использую 3 из 5 добродетелей, которые полностью подходят танку. То есть это добродетель, который увеличивает здоровье, критическую защиту, сопротивление, тактическое смягчение, физическое смягчение, входящее исцеление. Ну и добавил немножко отсебятины, взял на крит искусность уклонения добродетель и мастерство искусность крит. Но по большому счету в синей ветке надо брать все 5 добродетелей для танка. Это у меня просто отсебятина идет, которую я делаю практически на всех своих персонажах. То есть получается вместо вот этих вот двух добродетелей можно взять например вот этот. Дает очень хорошо тактическое смягчение, чуть меньше стойкости дает и дополнительно еще и физическое смягчение. И допустим тот же компессион можно взять. Или толеренс тоже в принципе подойдет. Ну и по шмоту соответственно ставим приоритет в стойкость. То есть нам нужно много здоровья. У меня на моем 140 как видите полтора миллиона. Это далеко не предел. Повышаем физическое и тактическое смягчение. Уклонение, парирование, входящее исцеление, критическая защита, резистенс. Все это полезные статы для танка. Но повторю еще раз, упор все-таки надо ставить именно в здоровье и в смягчение в первую очередь. Броулер у нас класс, который использует только перчатки. Они считаются двуручным оружием. А перчатки для него крафтит оружейник. У броулера есть свой личный предмет. Это пояс, который идет в слот вместо лука. Крафтит его ювелир. Доступен вариант для танка, как сейчас на мне. И есть вариация для красной ветки. Значит, по наследиям на легендарное оружие. Геральдика у меня стоит, соответственно, с упором в стойкость. Далее я взял узор с модификатором для базового здоровья. Плюс 5%. И тут еще дополнительно стойкость дают. Тоже повышает уровень здоровья. Узор на дополнительное входящее исцеление. Далее идут уже наследия. Первое наследие у меня стоит увеличивающее практически на метр. Дальность действия моих всех ударов. То есть у меня все мили скиллы бьют на расстояние 4,2 метра. Вот такие вот руки у нашего броулера получаются. Четырехметровые. Далее я взял наследие на массовое агро. Тут еще получается на 10 секунд срезается кулдаун. Массового таунта. И на 25% усиливается сила баблов. Если первое наследие еще спорное, поскольку оно полезно при кайте или допустим в том же пвп. То вот второе наследие в синей ветке уже брать обязательно. Далее у нас наследие понижающие кулдаун навыков делись своей силой. То есть у меня взят 1, а вообще их 3. Но я чуть позже объясню почему я взял именно 1. Далее у меня стоит наследие понижающие кулдаун навыка 1 за всех. Для танка это тоже обязательно. Следующее наследие снижает кулдаун Joy of Battle. Обоих скиллов получается. И при этом усиливает их. То есть повышает прирост урона от радости битвы урона. И усиливает процентное исцеление от радости битвы хилл. Я бы сказал это универсальное наследие. И обязательное для обоих веток. И последнее наследие у меня стоит усиливающее делись своей силой. Но вот здесь надо внимательно подходить к выбору наследий. Потому что на каждый из 3 скиллов этого типа есть свое наследие. Здесь у меня усиливается длительность и сила эффектов смягчений или критического удара. Как это все работает расскажу чуть позже. Ну и 2 последних крафтовых узора я поставил на физическое смягчение. У меня собран сет из 4 таких узоров. То есть у меня очень много физического смягчения выходит. Хотя по идее танку очень часто больше нужно именно тактического смягчения. Касательно легендарной кружки. Тут у меня тоже самое. Первая геральдика стоит упором в стойкость. Далее у меня узор силы стоит повышающий урон от сингловых атак. Это конечно больше подходит для красной ветки. Но я решил оставить так. Следующий узор силы у меня стоит на снижение падящего урона на 3%. И в милии и в дальнем бою. Ну и последний узор силы, который повышает количество целей для ауе ударов. Здесь у меня первое наследие идет усиливающий навык ленд вид. Как он работает я уже показывал. Так вот здесь снижается колдаун этого навыка. И на 25% усиливается количество получаемых смягчений. Далее у меня стоит узор, который не совсем подходит для синей ветки. Этот узор усиливает навык стань серьезным. А именно он увеличивает баф урона с 25% до плюс 35%. И увеличивает длительность с 6 до 9 секунд. Причем вместо этого у меня стоял узор, который куда больше подходит для синей ветки. Там есть узор, который увеличивает дополнительный шанс получения метлы. И вот он больше подходит для синей ветки. Но я решил оставить так. Следующее наследие обязательно для синей ветки. Она усиливает щит метлы на целых 33%. После щита метлы у нас идет усиление навыка игнорируй боль. Это навык, который чистит с нас дебафы. Здесь добавляется один дополнительный дебаф снимаемый. То есть вместо одного дебафа мы снимаем два. И на 5,5 секунд снижается колдаун. То есть с 20 секунд до чуть меньше 15. Следующее наследие у меня стоит на навык Hurl Object. Ну по сути это бросок кружкой. Здесь снижается колдаун на 3 секунды. То есть с 6 секунд до 3. И на 50% увеличивается урон. Я это взял, потому что мне нравится этот скилл. И последнее наследие у меня стоит на навык как раз таки быстрый финт. Снижает на 10 секунд колдаун этого навыка. И добавляет дополнительно 2% бонуса к уклонению. И как я сказал уже ранее, последние 2 узора, которые у меня крафтовые, стоят здесь на физическое смягчение. Вот так у меня выглядят легендарные предметы. Ну и давайте быстренько по всем скиллам, которые у меня тут есть на панели пройдемся. Значит, Low Strike. В чем же его фишка? Как здесь написано. Если Low Strike является самой последней используемой атакой из сетап скиллов, то следующий урон, нанесенный навыком тратящим метлу, ну то есть очки метлы, может сделать цель уязвимой. Уязвимые цели получают дополнительный урон от всех атак. Ну помимо этого всего, колдаун 2 секунды, добавляет 1 очко метлы. Значит, далее у нас удар Зловещий Крест, он называется. Если Зловещий Крест является самой последней используемой атакой, а следующий навык тратящий метлу, будет повышать уровень всех доступных врожденных усилений силы в дважды, вместо одного раза. То есть подразумеваются вот эти вот самые бафы. Ну типа быстрее стаканья будет происходить, как я понял. Но при этом, если врожденные усиления силы не были разблокированы, с помощью бонусов за набор характеристик, это не имеет никакого эффекта. Ну то есть да, по сути, таков геймплей броулера, что мы можем использовать, допустим, каждый из этих скиллов в виде одного удара, и потом под определенным скиллом, под определенной настройкой получить тот эффект, который нам нужен. Ну вот, допустим, бонус от Лоу Страйка выглядит интересно. Вот этот как-то, ну не знаю, слабовато. И третий навык у нас Декст Роуз Хук, который подходит для красной ветки. То есть это завершающая настройка красной ветки. Потому что здесь, после использования этого удара, урон будет повышен на 35% от следующей атаки, которая тратит очки метлы. Далее у нас скилл Бросок Кружки, очень хороший скилл, наносит хороший урон. Тем более, если вы его наследием прокачали. Дикий просто кулдаун в 3 секунды, учитывая то, что это скилл еще и дальнего боя. И замедляет цель на 8 секунд на 30%. То есть это хороший скилл для кайта и замечательный скилл для ПВП. Далее у нас Могучее опрокидывание, это мы видели. Ауе Удар об землю, который с шансом 50%. По каждой цели отдельно этот шанс рассчитывается. На 2 секунды роняет цель. Далее идет Удар Головой. Это стан на 3 секунды с нанесением урона. Причем, что самое интересное, если вы сначала застанете цель, а потом опрокинете ее, то это сработает. Но опрокинуть надо успеть до того момента, как спадет стан. Иначе на цель наложится иммунитет на несколько секунд, и опрокинуть вы уже ее не сможете. Просто таким образом вы можете как бы немножко удлинить контроль. Далее у нас навык Удар по животу. Кулдаун 15 секунд наносит урон. И вешает дебаф, снижает исходящий урон на 5%. Удар в небо, массовый скилл, который просто наносит урон. Ну и подкидывает, получается, модельки. Удар сверху, обычный удар, наносящий урон. Кулдаун 4 секунды. Удар слева, тоже массовый удар. Удар коленом, еще один скилл, который позволяет снизить скорость при движении жертвы. Игнорирование боли. Снимающие дебафы. Навык антиконтроль, который, к сожалению, имеет недостаток. Его можно заюзать только тогда, когда вы улетите в стан. А если вас поймают корнями, то есть вы будете стоять в этих корнях, это контроль. Но снять вы не сможете их. Два таунта, как я уже показывал, которые имеют массу преимуществ. Бей как один навык, который бафает братство. Причем здесь, как бы, пометочка. Если броулер не находится в братстве, то есть он бегает один, то эффект будет на 15% сильнее. В желтой ветке там этот эффект еще можно разогнать. То есть сделать так, чтобы он братству бафал на 20% урон. Но если он бегает в одиночку, то тогда для него будет плюс 35% к урону на 30 секунд. Еще один навык замечательный. Follow me. Это базовый навык броулера. Он увеличивает всему братству в радиусе 10 метров. Скорость атаки на целых 20% на 30 секунд. Просто замечательный баф. Следующий у нас соло баф чисто для броулера. Стань серьезным. Но, опять же, повторюсь, он у меня под наследием. Поэтому на 9 секунд увеличивает на 35% урон. И постепенно дает 6 очков метлы. Тот же самый финт, который я упоминал уже несколько раз. Он дает нам 6 очков метлы сразу. Далее у нас скиллы Joy of Battle. И тут у нас есть еще два скилла, которые могут влиять друг на друга. Это погодные удары и железная воля. Значит, погодные удары, повторюсь, восстанавливают 35% от максимума здоровья. И уменьшают входящий по вам урон. Причем здесь есть формула. В скобочках она указана. 5% базово. Плюс 2% за каждое очко метлы. То есть плюс 18% максимум. И плюс бонус из синей ветки. Те самые 16%. Сейчас мы видим, что на 21% входящий урон снижается. Если же мы сделаем себе максимальный показатель метлы, то это уже будет минус 39% к входящему урону. И он восстанавливает порядка 700 тысяч здоровья. И железную волю можно использовать сразу же после него. Железная воля работает примерно так же. Но вместо хила на 6 секунд она дает иммунитет к контролю. Ну и количество снижаемого урона здесь больше. Делаем максимальную метлу. Но здесь получается 44%. Да, на 5% больше. Но когда мы активируем железную волю, мы не можем прожать хилку, пока железная воля работает. Вот это надо учитывать. И еще недавно разработчики сделали так, что железная воля не забирает метлу, которая у вас была в момент активации этой самой железной воли. То есть теперь вы просто набираете максимум очков метлы, активируете железную волю и можете спокойно их потом тратить. Далее скилл, который я уже показывал, где надо стоять в квадратике. Брейсинг горд, который я тоже уже объяснял. От входящего урона вы увеличиваете себе входящее исцеление. И есть еще один навык. Один за всех. Этот навык дает вам плюс 2% физического и тактического смягчения за каждого члена братства. Но максимум 10%. То есть если у вас полное братство из 6 человек, за пятерых союзников, как раз таки вы получаете эти самые 10% к смягчениям. Если мы активируем в соло, то дается только за одного. Ну и последний навык, который осталось посмотреть, это поделиться силой. Для того, чтобы можно было активировать этот навык, необходимо набрать четвертый уровень бафа от тяжелых ударов, получается. То есть иметь плюс 2,5% смягчения. И только после этого вы сможете активировать этот навык и в радиусе 5 метров пробафать свое братство. Но что именно вы будете бафать этим навыком, зависит от того, в какой ветке вы играете. Говорю конкретно за этот навык, два других мы чуть позже рассмотрим, после красной ветки. Если вы играете в синей ветке, то вы повышаете своему братству физические и тактические смягчения. А если играете в красной, то повышаете критрейт. В любом случае, каждому игроку, кто будет играть за броулера, я рекомендую как минимум попробовать синюю ветку. Лично мне геймплей синей ветки намного больше зашел, чем геймплей красный. Да и живучесть. Это очень приятно. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот так у меня выглядит сборка в красной ветке, в которой я практически не играю. Сразу покажу, синяя взял дополнительное здоровье, дополнительное парирование взял и, конечно же, баф на критрейт, который полезнее для красной ветки, чем для синей. Я даже немножко добыл шмота на урон. Сейчас у меня физическое мастерство равно 154%. То есть мне физики не хватает еще на 45%. И критрейт у меня 18%. Так, собрался чисто немножко урон. Но опять же, тут надо учитывать, что легендарки у меня не переделаны. То есть все идет с теми же самыми наследиями. Поэтому эта красная ветка сейчас у меня очень ослаблена. Значит, в первом тире первый талант. Дает навык. Первый удар. У него довольно небольшой кулдаун. 8 секунд. Он наносит вполне себе интересный урон. Но минус этого навыка в том, что его можно использовать больше 80% здоровья. Потому-то он, собственно, и называется первый удар. Второй талант увеличивает на 25% урон от навыков настроя. То есть вот эти три. Третий талант усиливает эффект Декстроус сетап скилла. Здесь на 25% увеличен урон. Значит, во втором тире первый талант у нас дает бонус к силе. Целых 30 тысяч силы здесь дают. Неплохо. Второй талант мы уже видели. Дает 5% крит-шансу. И дополнительная выработка очков метлы. В третьем тире первый талант позволяет нам при убийстве противников давать эффект Review in Victory. Этот эффект генерирует одно очко метлы за каждое срабатывание и длится короткое время. При раскачке мы увеличиваем количество получаемой метлы от этого эффекта на 3. Второй талант дает навык Радость, Битвы, Урон. Это мы уже видели. В четвертом тире первый навык снижает время перезарядки навыка прерывающего удара. Второй навык у нас Latent Light. Все скиллы, потребляющие очки метлы, имеют 25% шанс нанести дополнительный урон светом. Пятый тир. Первый талант дает нам стойку, которая повышает на 15% мили урон, но снижает физическое смягчение. И второй навык повышает на 25% шанс срабатывания Latent Light. То есть не 25% шанс будет А50. Шестой тир. Первый талант пассивно увеличивает разгромный урон на 25%. Второй талант дает навыку удар сверху. Следующий эффект. Снижает входящее исцеление цели на 30%. И третий навык пассивно увеличивает на 50% урон светом. И тут как бы по картинкам нам намекают, что этот талант следует брать только вместе с Latent Light. Ну и седьмой тир. Первый талант дает нам навык удар валар. И еще один навык боевая ярость. Так, ну и посмотрим, что я тут взяла с желтой. Навыки настройки с шансом 25% генерируют одну дополнительную метлу. Это мы уже видели. Навык, который на 50% увеличивает шанс сделать цель уязвимой. Это получается то же самое, что делает Low Strike. И от этого же таланта я взял улучшение, которое увеличивает длительность этой самой уязвимости еще на 15 секунд. Да, вот она эта самая уязвимость. Забирает 1% исходящего урона получается. Можно ли этот эффект усилить? Вот это интересно. Вроде как 1% только. В общем-то да, увеличивает на 1% исходящий урон по цели, но при этом этот эффект он будет срабатывать очень часто и длится долго. Значит, далее я также взял увеличение количества целей для массовых скиллов, увеличение скорости передвижения. Бей как 1 я взял, но здесь я уже взял максимальный вариант этого бафа, то есть максимально его усилил. И как видим, на 35% повышается урон у броулера, если он бегает в соло, и на 20% если в братстве. Следующие 2 таланта те же самые, на быстрый финт, и вот этот самый поделиться силой. Далее я взял из последнего тира Эффициент Страйкс. Это, в общем-то, довольно простой навык, который при активации в течение 20 секунд снижает стоимость всех скиллов до 1 очка метлы. И второй талант дает нам следующий эффект. Любой из трех скиллов настройки снижает активный кулдаун на 1 секунду всем перечисленным навыкам. Очень универсальный кстати этот талант, то есть тут скиллы есть топовые и синие ветки, и с красной ветки вон Battle Fury есть. В общем список вы сами тут видите. И этот эффект не может сработать чаще чем раз в 2 секунды. То есть получается кулдаун мы снижаем на секунду через 2. Получается так. Теперь давайте ознакомимся с классовыми бонусами красной ветки. Первый бонус это у нас повышение урона. Тот же самый баф который присутствует в нескольких видах в синей ветке. Здесь за все удары с тегом Quick то есть быстрые получается вы скелите себе урон. Какие навыки имеют скиллах тут серым все написано. Да и до этого я показал. Значит второй бонус это у нас усиление скилла Pummel. Дословно переводится как Алатить. И по сути это у нас навык который наносит урон с течением времени. Здесь он работает 3 секунды. То есть он в течении 3 секунд быстро избивает свою цель. Значит здесь сам пассивный бонус увеличивает урон на 10% для следующего использования Pummel. Этот эффект может стакаться максимум до 3 раз. Этот эффект дается на весь бой и рассеется если вы выйдете из боя. То есть в продолжительном бое с каждым разом использования этого скилла он будет бить все больнее и больнее. Но максимум можно на плюс 30% к урону его разогнать. Вполне себе неплохой бонус. Третий бонус у нас очередной баф который зависит от определенной категории скиллов. Здесь у нас скиллы баланса используются. Тот же памел кстати относится к балансу. Ну и прочие скиллы красной ветки. Это все повышает нам искусность. Четвертый бонус у нас по сути контратака. Когда броулер парирует или уклоняется атакующий получает урон. Пятый бонус у нас получается уже третий баф по счету. Здесь уже он распространяется на тяжелые атаки и увеличивает крит рейд. Шестым бонусом у нас идет пассивное увеличение разгромного урона еще на 25% и на 25% увеличен урон от света. И последний бонус у нас увеличивает бонус к урону от эффекта батл флоу на 50% от его базового значения. И этот бонус может суммироваться с навыком получается боевая ярость. То есть вот этим. А он дает то же самое и тоже на 50% увеличивает. То есть можно на 100% увеличить эффект этого самого батл флоу. А вот что такое батл флоу? За каждое очко метлы броулер увеличивает на 3% урон скиллов. Но этот эффект не распространяется на скиллы, которые эту самую метлу зарабатывают. 3 умножаем на 9 27% к урону получается базового мы получаем на 9 очках метлы. Ну и соответственно сила этого эффекта на 40% выходит. И еще можно боевой яростью этот эффект усилить. Вот такая у нас получается красная ветка. По добродетелям здесь надо не как у меня соответственно все на урон. есть можно тот же конфидент взять, можно валор взять, можно взять уитт, потому что здесь искусность, критрейт, физическое мастерство. Можно взять зил, потому что она дает силу, мастерство крит. а нам как раз нужна сила. да пожалуй получается вы берете раз добродетель два три четыре и пятым можете взять например loyalty, которая даст вам много здоровья. Просто потому что остальные боевые добродетели как бы не особо подходит. Здесь воля, тактическое мастерство это для магов. Honesty то же самое это для магов. А Determination это для ловкачей. Хотя можно и его взять. Значит давайте пробежимся по скиллам быстренько какие у нас тут добавились в красной ветке. Те что были затрагивать я уже не буду. Памель в принципе мы с ним разобрались с этим навыком. Есть у нас здесь крушащий удар замечательный который вешает дебаф на 20 секунд снижает защиту цели. Далее удар валар тот самый который у нас выдается на последнем седьмом тире. Вроде бы кажется что он наносит посредственный урон. Но если внимательно прочитать этот навык наносит на 10 процентов больше урона за каждое очко метлы. То есть это уже как минимум на 90 процентов повышен урон этого навыка. Но также этот бонус суммируется с эффектом баттлфлоу. То есть мы еще от самой метлы дополнительно получаем бонус к урону. И если подрубим баттлфьюри то это будет еще больше. Ну и плюс не забываем что есть замечательные бафы на браулера дополнительные к урону. Если все это поймать одновременно можно очень больно ударить. Так первый удар я уже показывал когда цели больше 80 процентов здоровья только слоуна 50 процентов как я уже сказал ранее плюс это суммируется еще дополнительно дает три метлы этот навык так напоминаю физа у меня 154 процента крит рейд всего лишь 18 очень плохие показатели наследий просто никаких все статы здесь для танка практически просто посмотрим сколько я смогу выдать я уже тренировался в дпс ну посмотрим сколько смогу сейчас окно по дпс у меня в прошлый раз вышло где-то до 150 160 тысяч сейчас вон пожалуйста 114 я сделал 136 139 просто посмотрите на это нерир скорит а девастейтинг хит с лоу страйк 236 тысяч это у меня нет наследий нет капофизы ударом валар кстати я один раз всего лишь кританул по-моему в районе 300 с чем-то тысяч но больше всего урона я выдал вот этим скиллом шитеринг фист на 450 тысяч по-моему разгромник прилетел я даже немножко замешкался офигел в общем-то да плюс мне достоверный источник рассказывал что браулер может больше 300 тысяч дпс выдавать поэтому класс вполне себе подходит для игры в красной ветке просто вот лично для меня как бы ну не зашло но в любом случае чтобы стать богом урона на этом классе вам придется немало и учиться постоянно держать все бафы соблюдать правильные последовательности использования скиллов и все в этом духе но в общем-то кому понравилось дерзайте значит что у нас по легендарному оружию для красной ветки геральдику я рекомендую брать больше с упором в силу и физическое мастерство нежели в здоровье но можно чередовать допустим одну вот такую поставить то есть чтобы больше физы было а другую наоборот чтобы больше здоровья у нас также есть пять ячеек для узоров силы можно взять узор на количество целей для ауи атак поскольку у броулера как минимум три ауи атаки но есть можно взять бонус к здоровью но однозначно стоит поставить вот эти два узора которые увеличивают урон и крит урон всех навыков по одной цели поскольку у броулера таких большинство с уже перечисленными это получается четыре узора пятым можно взять крит урон по массе вот этот вот узор следующее у нас наследие первое же наследие у нас идет тут удар слева это у нас массовый удар можно увеличить его урон на 50% и увеличить количество целей еще на 3 это взять можно учитывая что кулдаун всего 5 секунд можно очень быстро и очень сильно наваливать дальность атаки в миле для броулера в пве допустим вам не пригодится а вот для пвп можно взять следующее наследие мы берем на удар валар чтобы снизить его кулдаун и повысить урон на 35% можно взять узор на будь серьезен шер скилл кулдаун я уже говорил влияет на вот эти вот бафы это взять стоит поскольку помимо дд броулер еще и бафает свое братство не стоит это игнорировать снижение кулдауна для навыка хедом краша то есть это у нас контроль этот титул он больше пригоден в пвп нежели в пве наследие с кружечкой замечательной тоже можно взять потому что существенное увеличение урона идет далее наследие которое берется обязательно это наследие повышает на 10% шанс срабатывания латент лайт и повышает урон от него же на 20% вот это берется обязательно наследие на снижение кулдауна один за всех брать точно не стоит в красной ветке хотя этот скилл у нас есть наследие на быстрый финт в красной ветке я бы не стал брать и далее как я и говорил у нас идут целых три наследия на вот эти вот навыки то есть поделись силой я рекомендую определиться с одним из скиллов выбрать какой-то один и взять наследие только на него потому что кулдаун у них у всех трех общий а забивать три ячейки наследий впустую такая себе затея далее у нас идет наследие на снижение кулдауна скиллов настройки на 0,2 секунды я не рекомендую брать это наследие оно бредовое абсолютно эти 0,2 секунды вы даже не почувствуете пустая трата ячеек далее у нас наследие battlewise middle chance я бы взял это в случае если у вас забито 11 ячейк из 12 и не знаете что взять 12 это пока можно пропустить но можно и взять наследие на игнорирование боли снижающие его кулдаун и увеличивающие количество снимаемых дебафов с 1 до 2 я рекомендую это взять универсальный узор далее у нас идет наследие которое повышает на 35% урон вот этих вот 3 скиллов а по большому счету это надо бы взять потому что это 3 основных скилла которыми мы всегда можем долбить поэтому их урон повысит наш весь дпс в целом plant fit это у нас для синей ветки наследия игнорируем финишер скилл дэмэдж можно взять вот это наследие тоже оно очень неплохо будет смотреться с декстраус хук наследие для пробивающего кулака просто замечательное наследие одно из тех которые надо брать обязательной в первую очередь далее у нас наследие на фулгурант страйк это прерывающий удар здесь у нас на 4 секунды снижается кулдаун и на 35% повышается урон в принципе если взять вот этот талант то можно будет где-то золотой версии этого наследия уменьшить на 15 секунд кулдаун то есть по факту в два раза не 30 секунд а 15 секунд будет но по-моему это все равно достаточно долго для прерывающего скилла поэтому я думаю такое себе я бы не стал это брать ну и с этой странички в целом что можно взять это Joy of Battle кулдаун энд эффектс как я уже говорил универсальное наследие для любой ветки и наследие на могучее опрокидывание можно взять потому что здесь шанс к нока увеличивается на 30% то есть будет 80% шанс срабатывания это не очень неплохо и при этом здесь больше урон наносится на 35% тем более скилл очень зрелищный очень приятный поэтому вполне себе можно брать и последняя категория узоры крафтовые значит здесь можно взять допустим два узора на крит при этом вы на 15% увеличить урон от света что скалируется со всеми эффектами света которые вы берете и в дополнение можно взять еще две два узора вернее на крит но уже с другим эффектом который даст вам дополнительные 3% шанса крита и что самое приятное эти 3% шанса крита они наложатся сверх капа то есть если например у вас кап крита 25% то благодаря вот этому эффекту вы можете еще плюс 3 сделать у вас будет 28% крита но в теории можно допустим еще взять два узора на искусность и на 3% длительность атак снизить ну то есть на 3% вы будете бить быстрее ну вот в принципе и все так ну и напоследок пробежимся по последней желтой ветке посмотрим все что здесь осталось здесь мы уже видели плюс 50% шанс активировать слабость здесь на 15% дольше длится 5% дополнительного уклонения дополнительное смягчение больше целей для ауе больше скорости передвижения вне боя на 15% увеличен урон от еды ну дополнительный урон от еды это хорошо но это только для красной ветки и также здесь можно добавить плюс 10% к бонусам от еды которую можно крафтить вот это конечно очень полезно вообще не припомню ни одного навыка ни одного класса чтобы он усиливал еду далее у нас баф для братства это мы видели ускорение быстрого финта мы тоже видели и вот они эти бафы идут значит чем они отличаются если мы активируем баланс то в синей ветке мы пробафаем нашему братству парирование красные ветки мы пробафаем им искусность насчет тяжести здесь мы уже видели для синей ветки это смягчение для красной это критрейт и последнее баф это у нас скорость в синей ветке мы снижаем для братства уровень получаемой угрозы для них что позволит нам проще танковать а в красной мы повышаем урон поэтому здесь уж сами смотрите что вам больше нравится то и берите ну а на этом видеоролик подходит к своему завершению если у кого-то остались какие-то вопросы сдавайте их в комментариях а на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр до встречи